Приветствую всех, с вами Феномен и ни для кого не секрет, что нынче стримы стали очень популярны, но стримеров становится все больше и больше. Стримят от самого малого до самого старого, а так как это прямая трансляция, то в эфире может произойти все что угодно. Поэтому я хочу вам показать ТОП 5 ЖЕСТИЕ НА СТРИМЕ Пятое место Начнем мы по лайтику с Чака, или Страйд Ап Найвз. Парнишка ничего не подозревая стримил свою любимую игру Black Ops, но вдруг его выкинуло с игры и попросило зайти в его Иксбокс Лайв. После того как Чак проделал парочку манипуляций и попробовал зайти на аккаунт, оказалось, что его забанили. По всей видимости, это был не первый бан, потому что стример отреагировал на это все с позитивом и просто откинулся на кресло или откинулся с креслом. ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО Иногда на стримах происходит настоящее чудо, которое и увидели зрители Энджела Хэмилтона или Зеллиона О'Пи. Ведь всем зрителям он говорил, что он инвалид и у него парализованы ноги. Из-за этого многие ему донатили в поддержку и суммы иногда забегали до 20 тысяч баксов. Но в один волшебный день, когда Энджел играл в Диабло 3, так увлекся игрой, что в перерыве забыл выключить свою камеру, затем просто встал и пошел. Не чудо ли это, братья? Та же его девушка вскрикнула, увидев это. Оскар этой даме. В итоге его забанили на Твиче, но вот вернули ли донаты зрителям, никто не знает. Третье место. СТОЙ, 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 СТОЙ! Третью строчку у нас занимает Эвил Микки, знаменитый русский блогер, который в основном снимает видео и проводит стримы по игре CS GO. В одном из стримов он написал, что за 5000 рублей порвет на себе Майку в прямом эфире. Тут же моментально нашелся первый покупатель Вова, и Микки принялся делать то, что обещал. Я не могу, она не рвется. Прочные футболки делают. Через какое-то время он переодел Майку и сел дальше стримить, но тут ему снова задонатили 5000 рублей, и это был опять Вова. Скиваешься, пацан? А как вы у него ЧГ, ребят? Ещё одна футболка. А потом ещё раз. Да ладно! Да ладно! И так опять. Как халп! Зарвал ещё одну третью. Ну какого хрена где мы? И ещё раз. О боже! Опять, опять посмотри. В итоге Микки порвал 4 майки, но заработал 20 тысяч рублей от Вовы, которому явно не нравятся майки или нравятся мужские сосочки. Второе место. Стрим зарубежного игрока Мистера Бига был прерван стуком в дверь. Это оказался полицейский наряд, который моментально забрал Мистера Бига с собой. Но самое интересное ещё впереди, так как через какое-то время к нему в комнату вошёл мужик, который в итоге оказался вором. Посмотря по сторонам, он подрезал у парня кроссовки и пару девайсов, унёс их, а потом ещё раз вернулся. Но хорошо, что трансляция всё это время продолжалась, о чём не подозревал вор, и его быстро нашли. Но вот украденные кроссовки ему не помогли, так как мужика посадили в тюрьму, когда выяснили, что это сосед Мистера Бига, который и вызвал наряд к нему домой, а затем и обчистил его. Первое место Игрок под ником Life Coach В бывшем профессиональный игрок покера, который на данный момент является проигроком в игре Hearthstone Heroes of Warcraft. За ним очень большой список побед на разных турнирах и на его стримы приходит очень много людей, чтобы посмотреть как он играет или чтобы он поделился своим опытом игры в карточные игры. Но после очередного стрима Life Coach забыл выключить свой стрим, к нему пришла его жена и они начали учить зрителей немножко другому делу. Увы, показать видео я не могу, так как на ютюбе с этим всё строго, но после данного инцидента это породило много разных мемов и Life Coach'а в шутку начали называть секс-коучем. Сам стример прокомментировал данное событие и сказал, что не видит в этом ничего плохого или постыдного, ведь все мы этим занимаемся. Просто его не так поняли, он просто хотел раздеть жену, чтобы с ней сходить в джакузи. А на этом у меня всё, надеюсь вам понравился данный ролик, а если это так, то обязательно жмакайте Лукаса и оформите подписон. Также если кто-то хочет мне помочь в развитии этого формата, то буду очень признателен, так как за всеми не уследить. Может у вашего друга, кумира или вы сам стример и с вами случался забавный или жёсткий момент, то пишите в комментарии или мне вконтакте, вся информация есть в описании под видео.